ребят всем доброе утро третий день перегона наступил вчера я вечернее видео не стал записывать переночевали в кафешке как обычно в машине нашли место не до блогинга было маленько сейчас выходит для читателя подключился до полный бак нормально у меня двигаемся до 4 Ну, в сторону Читы, по крайней мере. Скоро и Роби, Павлович, Бурск. Но мы там, наверное, не будем останавливаться. Посмотрим, там ценники дорогие. Очень, как вы что? Что еще сказать? Похолодало очень сильно. На улице там где-то уже и 20-чик проявлялся. Двигаемся, двигаемся. Потихоньку. Гололед. После вчерашнего снегопада тоже появился. Ну, будем с этим. Ну, не бороться, но брать во внимание эти дорожные условия. Как-то под них, естественно, подстраиваться аккуратненько. Хорошие нам дороги. Будут что-то интересное. Буду по классике показывать. Красота. На улице минус... Минус 21 градус. В машине тепло. Я еду в тапочках. Ну, у нас как? В тапочках там, да. В свитере и футболке. И прямо тепло. И печка на обуве на двоечке стоит. То есть, машина прогревается. Внутри в салоне хорошо. Я думал, будет хуже на самом деле. Там нет какого-то желания даже близко что-то еще на себя одевать. То есть, вообще отлично. Ну, реально просто тепло. То есть, очень тепло. Можно даже, я не знаю, там, свитер снять и в футболке. Ну, будет, конечно, не совсем комфортно, но и точно не замерзнешь. Это зимой, я думаю, в футболках никто и не ездит в машинах. Ну, при такой температуре можно. На дороге головед встречается очень часто. В каких-то местах вот такой вот асфальт, как вы видите, он разбивается. Все отлично. А в каких-то местах прямо вот ледяное покрытие и тихонечко плетешься вон елочке. Красиво как. Блин, вот сегодня классная погода в том плане то, что яркое солнце. Ну, как солнце, чистое небо. Чистое небо и вообще изумительно просто. Едешь, наслаждаешься. Вот так вот. Время у нас 10.45. Ну, это местное время. Не знаю, Читинское, правильно сказать, наверное. Хотя в Чите, скорее всего, еще мы на часик в прошлое попадем. Сюда едешь на поезде, очень классно ты попадаешь в будущее. Ну, это хорошо в том плане, что время быстрее проходит. А вот обратно ты едешь, ты попадаешь в прошлое. То есть, возможно, на чуть-чуть световой день от этого увеличивается. Ну, это плюс, плюс. То есть, больше едешь по свету. Особенно, когда темнеет рано. Если что-то интересно, кстати, какие-то вопросы есть по перегону. Я не знаю. Я вот перед Новым годом где-нибудь, в какой-нибудь день просто запилю огромный стрим. Ну, как огромный. У меня еще тысячи подписчиков, вот на момент съемки видео даже нет. Ну, просто ради интереса попробую сделать стрим. Кому вот интересно какие-то вопросы позадавать обычному перегонщику. То есть, специалистам рынка, там еще кому-то. Вот просто чуваку, который гоняет тачки. Третий раз. Я тоже еще не специалист. Можете позадавать какие-то вопросы. Я вот то, что знаю, мне не жалко, я расскажу. У меня никакой секретной информации нет. Вот, единственное, у меня маленько подзапотевает вот это вот окошечко. Но оно запотевает, когда я ставлю новую банку кофе всегда, потому что от нее все равно какой-то пар, видимо, есть. Вот здесь-то в районе зеркала обдув справляется, обдувает. А здесь вот у меня не очень. Вот. Потом я эту банку убираю и сразу все отлично. Сапотевание уходит. То есть, дело в ней. Я уже вычислил. Третий день в пути. Каких-то косяков по машине особо. Ну, как особо. В принципе, я не обнаружил. То есть, машина едет ровно. Но, друль отпускаешь, она едет, ее никуда не тянет. Вот у тебя, вот, друль не держу. Вот, теперь держу. Ну, дорога здесь неровная. Ну, такого, чтобы машинку оттянуло влево-вправо, такого нет. Подвеска работает отлично. Причем, нужно заметить, что она работает отлично при температуре, как-никак, минус 21. Где-то, понятно, тепло, стоечки по-другому работают. Это зима и зима. При этом, все отрабатывает вообще изумительно. Но здесь пробега 20 тысяч, понятно, здесь и будет работать еще дальше, и очень долго. Все изумительно. Значит, блютуз магнитола работает. Вся музыка играет. Камера заднего вида. Все отлично. Партонники работают. Климат-контроль работает. Все работает, в принципе. Кондиционер я включал на стоянке, там плюс 4 было. Тоже включился, тоже работает. Вообще, так-то. Ну, все, что в машине нужно, все есть. Так что, кому интересен данный автомобиль Toyota Passa, пишите в комментарии. Ну, если ты мой подписчик, точнее, вы мой подписчик, я, по-моему, на вы пока буду обращаться, то и ценник будет как для подписчика. Ненамного дешевле, но приятный бонус на... на то, что, не знаю, обмыть машинку будет. Так вот скажу. Вот сзади едет отец на Руме. Тоже на продажу. Басок продажи полностью готова. У Руме есть небольшой вопрос. Там электронный ПТС еще пока не действующий. Он пока на стадии доделывания. Вот, а пока мы приедем, все уже будет готово к продаже 100%. Ну, естественно, там, ребят, любые проверки, хоть что хотите. Вот рука у нас покупала. Мы всем говорим, ребят, без проблем. Вот оформляем сделку. Как только сделка опорная, вместе с вами едем в ГАИ. Вы ставите машину на новый счет, чтобы у вас не было сюрприза. Если сюрпризы есть, как бы, ну, тогда сделка отменяется. Обратную сторону, естественно. То есть все вот по чесноку, там, и с этим сбором, и со всем. Вот. То есть уже столько вот, ну, две машины продано у нас, вроде, немного, но все довольны. То есть отзывы по нам... Я не знаю, отзывов по нам нет на самом деле. Нам просто пожали руки, сказали спасибо. Это является хорошим отзывом. Я считаю, что это является хорошим отзывом. Вот. Никто нам не позвонил после этого и не сказал, что ребят, что там вот зафигнул. То есть мы рассказываем все как есть, все по-честному, без каких-либо там преувеличений, либо еще чего-то. Ну и цена у машин будет, естественно, такая, как у они должны стоить. Понятно, что... Если машина, например, какая-то появляется косячно, она и стоит. Никто не будет на уровне этих косяков. Никто не будет там продавать машину, которая была там в Тотале в Японии. По рыночной цене стопроцентной, да. Ну, все адекватно. Все адекватно. Вот, с автомобильным рынком сейчас вообще непросто. Особенно на зеленке. Очень много хлама там находится. Просто огромное количество хлама в их машинах. И вот китайцы появляются. Но китайцы тоже, вот, я пока еще не доверяю им. У меня знакомые, кто на китайцах ездит, какие косяки они рассказывают. Глобального нет ничего. Движок пока еще ни у кого не коротнул. Ну, то есть ничего такого жесткого не случилось ни у кого. Но. Но. Мелкие косяки. Там, магнитола тупит. У одного у меня знакомого головной свет на машине пропал. После того, как ему там магнитолу пережили в салоне. У кого-то какие-то скрипы в подвеске там на 20 тысяч километров появляются. И ему в салоне говорят, что, чувак, это нормально, как бы, ну. Эти случаи, они единичные. Это не массовые косяки там китайцев, да. Но когда ты покупаешь в салоне китайца там за 4 ляма. Ну, простите. Когда-то за 4 ляма ты мог купить в салоне BMW. Вот спокойно, да. Не должно быть таких косяков. Вот инфляция по автомобилям, наверное, погнала все. Все. Продукты настолько не подорожали. Ничего настолько не подорожало, как подорожали тачки в последнее время. Хотя, с другой стороны, тут можно долго рассуждать. Потому что когда дорожает машина от миллиона до миллиона 300, это 30%. Такие продукты должны от 30% подорожали. Но да, тут очень сложно все это обсуждать на самом деле. Но то, что все дорожает, и те деньги, за которые можно было купить машину еще полгода назад определенную, за эти деньги сейчас такую уже не купить. Покупая сейчас машину, ты понимаешь, что она будет дорожать. Ну, чуть если бывает. Никто сейчас утильсбор обратно не отменит, потому что его уже собирают, но им это нравится. Кто будет от денег отказываться? Никто. В честь чего его будут отменять? Если утильсбор отменят сейчас по японцам, ну, вот, например, сказали, что все, ребят, возвращаем по-старому. Кто тогда москвич это будет покупать? Если ландкрузер будет стоить опять 3 миллиона, грубо говоря, кому нужен москвич? Люди возьмут пушный пробок и грузак, простите. Либо у тебя японское качество, да, грузака, например. Либо там любой другой машина. Не знаю, это это Харри. Ну, не знаю, любой, допустим, такого класса машины. Но ведь москвич даже, он не такого класса, он обычный паркетник. А можно взять полноценный дорожник за деньги москвича. С маленьким пробегом, в отличном состоянии. Поэтому никто ничего не будет отменять. Чудес не бывает. Поэтому выживаем так, как выживаем. Так сказать, что есть, то имеем. Личная дорога, красота. Крутые виды будут в щите. Вот и будет завтра. Не знаю, в этой серии это будет или нет, но это будет завтра, американец. Американцев капоты здоровые. Пароход прямо. Какой-то сверчок у меня слева завелся. А, это пауэрбак. Развлекается. Опа, камень поймал. Вот так вот. Слышали, да? Как тут не материться? Вот расслабился, камеру достался. Слышишь меня? Сижу, пишу. Да, слышу. Да, слышу, говори. Ну и что, нам-то эта информация никак роли не сыграет. Миша, халява, согласен. Ну да, мама, Миша, теперь спереди. Да, у нас на Урале вот сейчас информация пришла про минус 30. Ну что делать? Урал. У нас тоже все впереди. Минус 30 вон. Иркутск, Красноярск, Байкал. Сейчас мы тоже. Я думаю, мы приедем, пройдет все эти ворудования. А, пройдут они через нас, они пройдут. Что-то там впереди происходит. Только что моргали. Авария, наверное. А, огнетушитель стоит. И что, он уступит ППС? Что-то, автовоз с тачками. Столько пластика валялось. И вот еще одна фура стоит. Да. Такое торг. Ну что, Андрюх, ты видел, что творится-то? Я не понял, там автовоз с тачками был. Зацепил, что ли, он его? Кто-то кого-то. Да. Три тачки полностью. Блин, разбито. Особенно, знаете, я пьездец ей. А что-то я не понял, почему автовоз-то в другую сторону ехал. Я тогда обычно японские тачки еду в другую сторону. Ну, уже тебе говорил, Серега, что очень многие сейчас в Бринборе где-то были на всюду покупают. И везут продавать именно сюда. К Владивосток, уже здесь еще рынок работает. Капец, короче. Ну, вы видели, да, все сами толще. Многие компании же скупают автомобили по 3D, то и дешево, и просто везут продавать туда вот и все. Вот так вот. Бывает, к сожалению, такое. Ну, я думаю, что тачки эти... Тачки-то ты видел, какие-то дешевые. Я думаю, они застрахованы были. Потому что нам уже на почте тот рассказывал, что любой груз всегда страхуется. Потому что капец. Ну, как без этого? Да, и бога. Вот так вот спрашивают, почему... Или говорят, перегоны зажрались, там еще что-нибудь. Ну, вот разные моменты, да, люди рассказывают. Вот они зажрались. Потому что человек рискует собой, рискует вложенными деньгами. Ну, как в любом бизнесе. Человек всегда рискует чем-то. Так что здесь нет ничего такого зажравшегося абсолютно. Я говорю, я вот сколько познакомился, там знаю перегонов. Не знаю из них ни одного миллионера. Честно, не знаю. Вот так тоже возят. Вот это я простыми словами называю бутерброд. Молодцы, мужики. Полезу с приятным. Вот так тоже возят. Это я называю бутерброд. Не знаю, видно было сейчас, нету камеру. А ребята покушать поехали. Но мы дальше пока едем, мы еще не голодные. У нас еще завтрак до конца не переварился. Березки. Такие вот. Раздетые стоят без листьев. Не, в светлую и ясную погоду, конечно, хорошо. Это совсем по-другому, нежели ехать в облаках, так сказать. В фасмурную погоду. Так же продолжаем с крейсерской скоростью. Сколько здесь? Сто километров в час. Ну да. Плюс-минус сто девяносто. Когда обгоняешь, там, ну конечно, там сто десять. Можно быстрее ехать. Но как-то это... На три часа раньше домой приехать. Ну тут. Образно и роли не играет. И сколько, кстати, встречаешь перегонов тоже? Едут, обгоняют тебя. Раз, обогнали. Два, обогнали. Три, обогнали. Там, а все равно на одних и тех же заправках все вместе встречаемся. Вот как так? Почему? Ну вот потому что как-то так происходит. Да, просторы у нас необъемные. Что сейчас там будет? Ну, красивые виды прямо такие. Они будут чуть больше, конечно. Но перевальчик здесь такой хороший. Горка вниз, горка вверх. Горка вниз, горка вверх. Повторюсь, на канале будет видео, либо оно уже есть. Где с этой камеры... Здесь одна секунда будет равняться 30 секундам. То есть 30 секунд движения, это одна секунда видео. Вот, то есть оно такое ускорено будет. Таймварк называется. Со стабилизацией все красивенько сделают. И там будет весь маршрут. Владивосток, Урал. Ну, конкретно Челябинск, а если прям совсем конкретно, то город Озерский. Такие горочки. Зачем? Ну, когда выждные курорты. Вот зал Сноуборд. И вот на эту горочку поднялся. Катайся. Ну, Сноуборд понятно, это не та тема. А вот на санках. На санках с нее хорошо. 350 метров. Ровная дорога. Опа, раз. Вот сейчас горочку поднимаемся. Так же стоя держал. Спокойно машина поднимается. Вообще три цилиндра, да? Три цилиндра. Вообще без напряга. Поднимаемся в горку прям по лайту. Нет такого, что там ей тяжело. Еще что-то. Ну, как якого, так и едет. Дальнобойщиков сейчас, кстати, немного. Летом их здесь было гораздо вообще больше. Сейчас поменьше. Но встречаются. А вот медведи не встречались ни разу. Мне вот многие рассказывают. Вот, едем по дороге. Там медведи гуляют. Ни одного еще не встретил. Сейчас-то понятно, они все это. Спячки. Но и летом тоже не встречал. Да я, честно говоря, не знаю, хочется или не хочется. Всякие медведи бывают. Сумский зверь. Одного только встречал в кафешке, про которую я много раз показывал. Где мы деньги там лепили. Точнее степлером прибивали. Деньгами обшито кафешком. Очень прикольно. Там на купюрах подписывают. То, что хотят подписать. И на память оставляют. А, красота. Просто пустая дорога. Ты вот так вот катишься вниз. Время два часа такое. Солнышко уже такое чувство, что идет к закату. Потому что через три часа, я думаю, уже будет темно. По крайней мере, будет уже капитально темнеть. Просто красота. Как в кино. Я даже в кино не так красив. Говорил, что медведя не встречал. А то встретил двух собачек. Проехал мимо, одна побежала за мной. Видимо, это... Хотелось бы я ее забрал с собой. Не хочет она в Сибири жить. В тайге. Красивый лес. Прям шикарно. Мы уже елочку на Новый год приготовили. Поставили. Напишите в комментариях. По крайней мере, кто до Нового года смотрит это видео. Вон горы впереди. Обалденно вообще. А мои видео кто-нибудь смотрит из тех, кто машины гоняет. Если да, поставьте лайк. Узнаете это место. Хотя я не факт, что по видео тоже узнал. Значит, ты где-то километр в час 800-900. 800-900 где-то так. Примерно. Примерно. А кто знает, где в Сибири эти другие на полях? Или еще какие-то шары есть? Ну, вот из такого мистического. Блин, вот там сугроб слева. Я про Шерри заговорил, подумал, что шар. Думаю, е-мое, нифига себе. Этот перегон объявляет перегоном обалденных видов. Каждый перегон можно честь чего-либо называть. Вот это ямка. Видали? Вот так вот. Эта штука едет впереди, прям не кидают с песком. Ну, что мы вот видим, что тут все безопасно. Только ты сзади едешь, я же тормозил. Ты не видел, что я тормозил мои стоп-огни? Да нет, я тебя не видел. Что-то вообще виды шикарно. Да, природа тут властная, конечно, согласен. Вот там слева. Там слева железная дорога. Где-то здесь же тоннели еще по ЖД путям идут. Прям снежные поля вот такие вот вообще. В общем, слов у меня нету. Одни эмоции. Время четыре часа. Да, УФИ-793. Ой, да УФИ-4. Ну, это я так просто. То есть это просто одна из контрольных точек, поэтому я на нее внимание обращаю. Что тут заварить, кстати, лопты. Вот это да. Что-то большое везут. Сейчас это все делаю, наверное, обрулить. Колесико, наверное, проколол. Ну, да. На обочине столько камней, столько булыжников. Столько всего вообще валяется. Неудивительно, что такое происходит. К сожалению. Кушать уже хочется. Сейчас до Ерофея Павловича мы уже доедем. Вот там перекусим. Ну, или до Амазара, не знаю. Тормознули все-таки еще раз. Ерофей Павлович в гостинице. Ну, не в гостинице, а в Кафышке. Ну, сейчас вот нормально. Сейчас на двоих мы покушали на 700 рублей. Там первое, второе булочка. А летом макароны с курицей и кофе на двоих вышли тысячу с лишним. То есть они, видимо, в сезон, когда народов много, ценники задирают. И когда здесь у них полупустой зал, даже меньше, чем половина заполненный, сразу как-то все по бюджетнее становится. Бизнес, что могу сказать. Все, время пять с копейками уже темнеет. Нам до нормы сегодня еще километров 400 проехать. И отлично было бы, ну, как говорится, в путь. Так, прямое включение, экстренное включение, я бы сказал, время 7 часов 55 минут. Так. Не вижу на телефоне, там час перескочил или нет еще. Короче, все. За бортом минус 30. Аллилуйя, блин. Хорошо, что мы антифриз поменяли. Потому что, когда замеряли вот этот, нам на рынке сказали то, что он до минус 29, а потом, когда меняли масло, еще раз померили, сказали, что до минус 20. Вот так. Понятно, что пока машину не глушишь, возможно, ничего критичного нету в этом. А вот если машинка ночью постояла, если ты спал в гостинице, например, то все. Считаю, приплыли. Понятно, что он льдом не встанет, он будет как желе, так это, кристаллизоваться. Но тут приятного вообще, я вам скажу, мало в данной ситуации. Так, и нам нужно найти заправку, потому что у меня еще бензина дофига. А вот у отца, у него там полный привод, машинка, она жрет побольше. Надо заправку. Капец на улице, тридцатчик давит, прям офигеть. Нашли заправку, километров, я не знаю, там 400-4, может 500. 66-70, 95-й. Как тебе такое, Илон Маск? Субтитры сделал DimaTorzok